Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Сергей Вечерний. Буквально 5 минут уделим такой теме, как экономный штрих. Видео делаю, опять же, исключительно по просьбам трудящихся. Думаю, по подобной теме на ютубе и вообще в целом в интернете можно найти море полезного контента. Ну, я думаю, еще одно размышление на данную тему все-таки в целом не повредит. Потому что всего лишь одно упражнение, а если видео будет иметь какой-то резонанс, какую-то ответочку положительную в целом, то можно будет говорить о том, что эту тему можно в принципе развивать. Давайте попробуем одно упражнение разобрать, и оно совсем-совсем мелкое, но по деталям посмотрим. Итак, давайте взглянем на это упражнение. Буквально из двух частей оно состоит. Ничего суперсложного в нем нет. Самое главное при игре подобных вещей, поскольку они являются фундаментальными при отработке техники, удивлять внимание четкости, внятности. И самое важное, никуда не спешить, я так думаю. Ставим метроном на удобный, удобоваримый для вас темп и, соответственно, начинаем. Арпеджио аккорда СМ7, который мы играем стандартно в трехструнном варианте, состоит из нот Си бемоль до Ми бемоль, Соль и снова Си бемоль в октаве. Мы начинаем играть с Си бемоля и играем буквально с пула. Начинаем. Пул пошел до Соль и уже двигаемся после пула. Минус-медиатор играет вверх, вверх, вниз. На Си бемоле, на октаве внизу оказались. Получаем. Соответственно, что нужно сделать? Закрутить, закрутить, превратить это в вертушку и, играя с випом, фактически экономный штрих. Слип – это тот же экономный штрих, как ни странно. Вот, поиграли в таком духе что-то, как можно дольше, максимально дольше, насколько вас хватает, опять же, выносливости, выдержки на заданном вами же вашем темпе. И теперь внедряем такую игровую ситуацию. У вас есть этот свип, для чего, опять же, повторюсь, перебью себя сам, это надо. Большинство людей воспринимают, ну, ребят, я опять же говорю про гитаристов, которые поймут, что такое свип, понимают, что это не какая-то разборчивая игра, а они воспринимают его достаточно дико, я так скажу, они начинают вот эти вот штуки. То есть, они не понимают, что такое скорость. То есть, количество невнятно произнесенных нот на секундное время для них важнее, чем разборчивость, четкость и понятность. А техника – это как раз-таки умение произносить, умение доносить, это музыкальная риторика. Вот, и здесь у нас важнее будет, как раз-таки, повторюсь, еще, наверное, не раз, внятность. Вот так, неважно, как максимально утрированно, четко всаживая медиатор, чувствуя струну, вы отрабатываете этот элемент. Дальше берем кусок гаммы и внедряем в игровую ситуацию. Вот, играли мы свип, а нам нужно перейти на гамму. Берем кусочек гаммы от си бемоля, также седьмой ступени. Си бемоль, до, ре, ми бемоль и фа. И вот у нас получается такая вертушка. Тут, как вы можете видеть, я все играю переменным штрихом. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Оно так получается, так гораздо удобнее, как раз-таки, в рамках вот данной вертушки. Берем это наше арпеджио CM7. И внедряем в него нашу вертушку из этих пяти нот. И, соответственно, делаем такую вертушку и из того, и из другого. Да что за ерунда, может спросить мне кто-то там, допустим. Что это за фигня? На самом деле, из таких вот элементов микрокластеров и состоит всяческие ходы гитарные, опять же. И вот, отрабатывая, допустим, один такой блок четко и понятно, и внятно для себя, вы будете со временем уже, допустим, в данной связке иметь набитую в руку кусок этой же гаммы и кусок этого арпеджио. И в любой другой тональности, опять же, правильно визуализируя, понимая, где это находится, что это обыгрывает, вы легко сможете технично какие-то вариации себе наводить. Ну, теперь что нам нужно сделать? То есть, итогом всего этого многострадального, многословного монолога является вот это вот упражнение, то есть, где мы начинаем играть арпеджио, так же, как и начинали с си бемоля и в нисходящем варианте. А потом играем следом, сразу же, внутри вот этот кусок гаммы, тоже вертушку. Получаем. Видите, идя вверх снова, дойдя до си бемоля вниз, я начинаю играть эту гамму. А вернувшись, повторяю снова арпеджио. Получаем медленно. Ну, и напоследок, еще разок, то, что вам нужно делать. Играем арпеджио. Играем кусочек гаммы, начиная от си бемоля, то есть, от седьмой ступени нашей тональности до минор. Теперь, играя в нисходящем варианте арпеджио, доходя до си бемоля, медиатор двигается все время вверх, не забывайте. Вверх, пол, вверх, вверх, вверх. Продолжаем играть гамму. Вот так получается у нас. Соответственно, все это дело впоследствии закручиваем и играем, как будто на отжимание, на подтягивание, на приседание, то есть, на многократность, на повторение. Играем в первую очередь на повторение, нет, в первую очередь играем все-таки на внятность и на звукоизвлечение, а потом уже на количество раз. Самое главное не скорость, а самое главное звукоизвлечение и четкость штриха. Следите за ним внимательно.